добрый вечер дорогие отцы матушки братья и сестры мы сегодня с вами продолжаем изучать первую степень великого творения преподобного ивана синайского игумена синайского под названием лестница то есть на первой ступени мы пока с вами прошлый раз прошли первую часть первой ступени теперь вторая заключить заключительная сама ступень называется об отречении от жития мирского мы с вами говорили что непосредственно буквально это относится именно к инокам к монахам которые поступая в монастырь должны отречься от всего мирского и вы знаете что время пострига меняется даже имя мирское имя которое было дано в крещении и называется человек постригаемый уже новым именем но и мирским людям из этой степени очень много можно для себя взять такого поучительного познавательного и то что можно даже применить своей жизни тут говорится о том чтобы не любить мира и всего что в мире чтобы нам не творить дела этого мира и знаете самого дьявола даже бог называет князя мира сего чтобы нам ему не подчиняться поэтому насколько возможно и мирским людям нужно отрекаться от такого мирского жития служение миру как его пороком или наслаждение теми пороками как преподобный старец амбросий выражал можно жить и в миру только не на юру то есть не на базаре итак на 16 абзац звучит так самом начале отречения без сомнения с трудом понуждением и горестью исполняем добродетели но преуспевши перестаем ощущать в них скорбь или ощущаем но мало а когда плотское мудрование наше будет побеждено и принято усердием тогда совершаем их уже со всякой радостью и ревностью с вожделением и божественным пламенем то есть говорится о том что когда стал человек на путь очищения но скажем пришел монастырь и действительно сначала нелегко дается воздержание в пище особенно воздержание в языке воздержание во сне вот послушание соблюдать такой устав знаете чтобы не роптать ни с кем не ссориться не ругаться нелегко это дается очень с большим понуждением человек себе все замечает и старается с усердием это побеждать себе вот потом когда человек подольше монастыря находится трудится уже легче исполнять все вот эти вот постановления а затем еще проходит много-много лет и уже с радостью вот потому что господь помогает своей помощью процессе жизни человек смиряется и господь дает ему свою благодать и дает радость сердце и все это исполняется уже с радостью к этому для того чтобы пояснить вот это поучение я предлагаю послушать немножко вперед забежим на четвертую ступень для чего там есть хороший очень пример об одном человеке по имени исидор вот как раз к этому примеру некоторый муж по имени исидор был в александрии одним из князей то есть это очень серьезная должность была и вот он пришел в монастырь вот и чтобы его приняли а игумен говорит ну игумен заметил из разговора из поведения что этот человек весьма коварен суров зол и горд вот такую дали характеристику поэтому игумен говорит если ты истинно решился взять на себя иго христова то хочу чтобы ты прежде всего обучался послушанием когда исидор говорит я предаю тебя вернее предаю себя свою душу в твое послушание как железо предается кузнецу что он выковал что ему необходимо но тут делается даже сноска что исидор переводится как железный вот когда услышал это игумен и говорит хочу чтобы ты истинный брат стоял у ворот обители и всякому ходящему и исходящему человеку кланялся до земли делал земной поклон говоря помолись обо мне очень представляет я держим злым духом так должен был говорить каждому человек и сидр так послушался своего отца как ангел господа когда же провел семь лет в этом подвиге и пришел глубочайшее смирение и умиление тогда преснопамятный отец после семилетнего законного искуса и беспримерного и сидорова терпения то есть железного терпения пожелал его как достойнейшего причислить к братьям и даже сподобить рукоположение через семь лет такого подвига но исидор стал умолять пастыря даже через многие другие и он говорит через меня чтобы оставили его в этом подвиге намекая что ему уже недолго осталось что конец жизни его уже приближается что он скоро отойдет богу и тогда игумен согласился оставил его вот и действительно через какое-то время он представился и даже сказал своему товарищу который вместе с ним был привратником что если обрету у господа дерзновение то умолю его взять тебя себе или сильно через недельку представился и при врате и вот и андрей священ говорит что еще когда был жив и сидор я к нему подошел и спрашивал какой у тебя был полность какое имел делание твой ум то что ты помышлял объясняет и сидор в начале я помышлял что продал себя сам в рабство за грехи мои и потому со всякую горестью самонасилием и кровавым понуждением делал поклон вот мы видим сейчас на слайде то что и англесичник учат и видим что совпадает дальше по прошли же года сердце мое уже не ощущала скорби ожидается моего господа награды за терпение с другой стороны мы еще с вами можем сделать параллель проходили мы уавы дорофея он приводит слова василия великого который говорит что есть три рода спасающийся раб наемник и сын это не то что разные люди это может быть один тот же человек только в разные периоды своей духовной жизни здесь мы видим что сначала ведь как раб понуждал себя вот из-за страха быть наказан свое состояние а по прошествии года уже ожидал от господа награды за терпение то есть как наемник когда же минул еще один год я уже в чувстве сердца стал считать себя недостойным пребывание в обитель и видение отцов и зрение на лице их и причащение даже святых тайн и понише отчаяними долу то есть вниз а мысли еще ниже уже искренне просил ходящих исходящих помолиться о мне это уже состояние сына он уже истинно считал себя не то что понужал себя так говорить а это было искренне его желание просить отцов молитв о себе это уже состояние смирения состояние святого человека с одной стороны мы видим это казалось бы жестоко игумен обошелся с этим бывшим начальником александрии но он увидел уже изначально его правильное устроение и сидр понимал как человек разумный ведь управлять городом надо и разум он разум понимал что его состояние что он злой коварный гордый что она не позволит ему войти в царство небесное и он понимал что до сих пор он работал на дьявола и на страшном суде он окажется вместе с дьяволом не с богом а с дьяволом в погибели и он осознал своих врагов истины то есть бесов и страсти свои свою злую волю и он осознавая что сама не может от них избавиться отдал себя как железо кузнецу то есть как истину врачу игумену и послужился его совета вот и казалось бы неся такой подвиг самоуничижение он боролся с дьяволом он победил себе гордыню и все страсти которые зижутся на этой гордыне и таким образом улучшил смирение стал похожим на господа смиренный сердцем и кроткий как господь учил и здесь вот еще стяжал себе богадать боже на земле еще так что вот нам пример чтобы мы тоже посмотрели через скажем через евангелие во свете евангелий на свою жизнь на свое состояние и на состояние тех которые там находятся святых людей и вывели вот эту всю разницу и свои недостоинства и уже почитали за врагов своих не людей кто бы нам что не делал не надо за врагов считать вот считать за врагов эти страсти и дьявола и свою злую волю и потом уже с божьей помощью господь промыслом будет все устраивать какие-то вот испытания искушения всех надо переносить согласно евангелию когда сердце очищается смиряется делается кротким дальше сколько похвали те которые самого начала со всей радостью и усердием совершают заповеди столько достойны жалости те которые долго пребывая в иноческом обучении еще с трудом совершают хотя и совершают подвиги добродетели с одной стороны предыдущим мы читали что с трудом горечь исполняется но это то что сопротивляется природа наша природа ну так конечно расслаблена нас уже ленивая такая а сам человек как личность он должен понуждать свою природу но делать это с радостью вот служа богу с радостью и усердием и вот особенно если в начале человек расслабленный или уже такой унылый весь да не легко и горесть есть в подвигах но надо ее нести и уповать на бога и здесь говорится если уже человек который очень долго был монастыре или как мы скажем в нашем случае долго воцерковлены и до сих пор он в такому унылым состоянии что это несет вот то что то не то значит не хватает смирения и нет помощи от бога значит надо еще больше над собой задуматься ранее и англесич не говорил что бывает что люди попадают в монастырь как бы по обстоятельствам случайно как бы оказывается там но не будем презирать или осуждать и такие отречения которые бывают по обстоятельствам ибо случается что нечаянно упавшие на землю зерно семя принесло изобильные прекрасный плод как и наоборот бывает специально садишь семя ухаживаешь получается не очень поэтому таким образом и неволе в некоторых было тверже и надежнее чем произвольное бывает говорит так приходит человек в больницу по какой-то необходимости ну как скажем и пример можно современно привести ну зашел вызвали там электрика допустим в больницу да пришел он свои дела делает ему врач заметил какие-то у него проявления болезни вы проверьтесь пожалуйста что-то у вас похоже там на диабет бывают признаки похоже он проверился точно узнал остался в больнице и получил исцеление от урочества так и бывает в монашеской жизни приходит человек по одному вопросу в монастырь как по каким-то обстоятельствам приезжает но потом знакомится с братья суставом с игуменом с духовником и располагается остаться в этой обители вот не надо не надо его изгонять из-за того что он пришел как бы случайно дальше никто не должен выставлять тяжесть множество грехов своих называть себя недостойным и монашского обета и ради своего сладострасти мнимо унижать себя вымышляя изменения грехах своих ибо где много гнилости там нужно и сильное врачевание которое очистило бы скверну а здоровые не поступают в больницу бывает так что относительно вот уже даже можно сказать не монашеского жития оберского человек не ходит в кран да я грешный с ног до головы что мне там делать и вот для таких тоже это слово что вот если грешны так как раз и надо идти избавляться грехов вот а то что он как бы унижает себя то это от лентности сладострасти так и хочет в этих грехах жить здесь говорится в той поступке при поступлении в монастырь тоже не надо что слишком грешным да грехи есть в них надо приносить покаяние надо исцеляться раз монастырь это удобно сделать ну отцы наверно тоже замечали бывают такие люди говорят да что мне в храме делать с моими грехами что это как раз каяться и нужно и уже не будет этих грехов дальше говорит и англесич о том что когда человек ощутит себе призыв божий на отделание к монашеской жизни то не нужно медлить и сравнивать это с призывом к земному царю если бы земной царь позвал нас и пожелал бы нас поставить в услужение при лицом своим мы не стали бы медлить не извинялись бы но оставив все усердно поспешили бы к нему вот человек неженатый а только делами связаны в мире подобен имеющему оковы на одних руках потому когда он не пожелает может быть может не разбрано прибегнуть монастырскому житию а женатый подобен имеющему оковы и на руках и на ногах это говорится для тех которые еще молодые люди не совсем определились вот и думать или монастырь пойти или жениться и тут совет сразу нет не жениться потому что если захочешь монастырь уже будешь связан по ногам и по рукам вот что можно прибегнуть к житию монашеского если человек просто у него скажем какой сергей радовичский уходил монастырь у него родители были они попросили чтобы он не позаботился вот он остался позаботился у него стоит своей семьи не было поэтому с миром быстро разорвал и пошел подвязаться а если был бы женат уже не пойдешь у нас здесь вот надо детей вырастить до 18 лет дать им воспитание образование и потом так и можно идти некоторые люди нерадиво живущие в миру спросили меня говоря как мы живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями можем подражать житию монашеского я отвечал все доброе что только можете делать делать делайте кого не укорять не окрадовать никому не лгите ни перед кем не возноситесь никому не имейте ненависти не оставляйте церковных собраний то есть ходите на богослужение нуждающимся будьте милосердны никого не соблазняйте не касайтесь чужой части будьте довольны оброки жен ваш если так будете поступать то недалеко будете от царства небесных но не совсем понятно как объяснить недалеко будете от царства небесного других переводах есть не будете лишены царства небесного вот точно не могу сказать как наверное войдут или рядом будут царство небесно но если посмотреть что предлагается миряна миряна предлагается не грешить и творить добрые дела но вот именно искоренять страсть видите даже получается и нет не ставится задачи вот страсти все-таки мешают в эти царства небесно знаете вот можно сравнить помните когда один богатый юноша подошел к христу и говорит господи что мне делать чтобы наследовать царство небесно христос сказал чтобы он исполнил заповеди потом этот юноша уточнил какие господь ему перечислил он говорит все это я исполняю от моей юности в этом не совершаю но он чувствовал что не хватает что мне еще не достает и тогда господь ему отвечает если хочешь быть совершенным то есть не только не грешить а не иметь страстей то иди все имение раздай нищим и возьми крест свой и следуй за мной то есть призвал его можно сказать монашеская жизнь как апостолы тоже все оставили и последовали за христом вот ну здесь мы видим что совет дается мирянам и нередко совет давали конечно старцам нашим русским приходили серафима саровском особенно к оптинским старцам приходили многие миряне и не понимали что они не потянут на жизни вот действительно много забот в миру семейные заботы и тоже спрашивали как жить вот допустим старец авроси отвечал жить не тужить никого не осуждать никому не достраждать и все мои почтения вот такие слова были но что значит все мои почтения это я всех почитаю выше себя то есть как апостол говорит друг друга честью больше творящих то есть миряться себя считать хуже всех но от мира это очень тяжело достичь такого состояния себя считать хуже всех в монарстве конечно же удобнее вот помните еще можно вспомнить преподобного антония великого который молился у себя в келе и мог господь сказал антоний ты не достиг еще в меру кожевеника и антоний удивился господь указал где этого кожевеника можно найти в городе александрии преподобный сразу же пошел к нему нашел и тот удивился таким преподобный антоний пришел и преподобный говорит брат расскажи твое делание как ты молишься я ради тебя оставил пустыню а тот говорит я не знаю за собой никаких добрых дел и по этой причине вставая утром я говорю все спасутся в александрии все жители только один я погиб по моим грехам и потом ложась перед сном я творю ту же молитву и вот господь сказал что кожевеник выше антония великого говорят святые отцы в толковании на это событие что скорее всего преподобный антоний во время своей молитвы когда он был он наверное принял помысл или подумал что наверно он самый святой ну что являлось правдой но думать ему об этом было нельзя потому что это уже мысли бесовской вот представляете интересно есть такая картинка некоторые пересылают вини пуха который говорит смирение очень странный предмет только подумай что она есть его сразу нет действительно так потому что был ли сополить на самом деле выше преподобного антония но в тот момент когда преподобный антоний подумал себе так конечно кожевеник выше был его вот а когда преподобный антоний смирялся и конечно он был высок пред богом он творил чудеса исцеление воскрешение мертвых руководил множеством отцов молился за всю церковь за весь мир и смирение имел больше чем кожевеник но вот случалось и у преподобных что они иногда возносились умом своим и чтобы они не погибли господь их так смирял что пойди посмотри в мир он как живут вот они выше тебя мы знаем преподобному макарию великому господь говорит вот две женщины там в селении живут это мирянки они выше тебя тоже он к ним пошел они сказали свое делание и он смирился и тем самым опять возвысился взошел на высоту с радостью и страхом приступим к доброму сему подвигу не будем бояться врагов наши ибо они взирают на лицо нашей души хотя и сами невидимы и когда заметят что оно изменилось от боязни тогда все парные яростнее вооружаются против нас зная что мы устрашились ну вот бывает так и спорте тоже борцы стоят друг напротив друга и такая битва взглядов и уже здесь можно проиграть то есть более сильные люди они так более так мужественно смотрят слабый уже может поиграть эту битву взглядов здесь говорится что бесы не знают наше внутреннее состояние или ли мы помысл или нет они по внешности могут узнавать догадываться принял человек помысл или нет то есть наши мысли читать бесы не могут и здесь говорится чтобы нам приступить с радостью страхом страхом божьим конечно их бесов не надо бояться потому что с нами бог то есть яко с нами бог и так вооружимся против них благодушно ибо с мужественным борцом никто бороться не смеет 23 господь по особенному по особенному промысу своему облегчил брали для нового начальны чтобы они при самом начале не возвратились тот час же в мир и здесь мы с вами немножко должны удивиться как же так ведь шестнадцатом мы читали что в самом начале с трудом по нуждением и горечке исполняем добродетели а здесь говорится господь облечил брали для нового начальны чтобы они при самом начале не возвратились тот час же в мир и действительно так бывает что когда человек только приходит в монастырь господь такую благодать дает призывающим и человеку этому все легко все нравится на правилам бодрячком встает молится трудится всех слушать перед теми смиряется и потом к сожалению человек о себе начинает думать что это он такой и есть что это все его свойства и он приписывает то что господь дал дар приписывать себе мол это я такой хороший за эту мысль это все это бывает за эту мысль господь отнимает благодать от человека и он остается со своими силами направила его уже не поднять кушать больше всех работает меньше всех не не перед кем не смиряется ропщик со всеми ругается вот и до тех пор пока не смириться не поймет что он как разбитая корыто и надо умолять бога о помиловании чтобы господь дал свою благодать и вновь стать хорошим человеком вот то есть 16 16 на мой взгляд относится вот тому периоду когда благодать 1 отступает уже и человеку так тяжело все исполнять и он себя понуждает так тяжело вставать рано утром вот все это с таким трудом делается а потом когда смиряется душа постепенно мало-помалу благодать приходит и все за этого человека делать ему все легко главное опять не возгордится а то бывает так человек стал на правило ему легко и он думает он тот брат сосед не стал на правило спит дрыхнет а я вот здесь значит стою молюсь бодрый такой и за это опять попускается и опять невозможно встать на правило то есть чем если осудил то господь попускает в подачу в то же самое так вот для новоначальность сначала все легко благодать окрыляет человек ну каждый кто в монастыре был этот период напомнится когда все очень болезнен даже отступают и человек просто летает на крыльях так дальше и так радуйтесь всегда о господи все рабы божии видя в этом первый знак любви господней к вам и что он сам вас призвал то есть это когда с радостью делается это дар и призвание божие впрочем бывает по-другому еще когда господь видит что душа очень крепкая тогда попускает и самого начала вступить в подвиг брани попускаются вот то есть то что мы говорили в 16 поучении и знаете вот еще очень важно от живущих в мире господь утаил неудобство или лучше сказать удобство сего поприще ибо если бы они знали то никто не отрекался бы от мира но здесь можно пояснить словами преподобного амбросия оптинского он говорит так если бы монахи знали какие трудности искушение горести скорби ждут их в монахской жизни то мало бы кто решился на этот подвиг стать монахом но если бы миряне знали какую радость по временам испытывают монах то все миряне побросали бы свои мирские дела и убежали в монастырь вот то есть вот трактовка вот это вот 23 поучения дальше о том как важно правильное начало монашеской жизни то знать когда я говорю о монашеской жизни всегда мы должны с вами делать параллели что мы можем что в наших условиях возможно усердно приноси кресту труды юности твоей и возрадуешься о богатстве бесстрастия старости ибо собираемая в юности питает и утешает изнемогших старости юные потрудимся ревностно потечем трезвенно ибо смерть неизвестна и так никто из юных не должен слушать враждебных бесов когда они внушают ему говорят не изнуряй своего тела чтобы не впасть в болезнь и немощи намерение же бесов в этом случае состоит в том чтобы и самое вступление наше и подвиг сделать слабым и нерадивым а потом и конец сообразно началом то есть о чем здесь говорится когда отчего вступает в подвиг но монашески можно сказать и про священство также в самом начале действительно дается благодать от кого ну нас всех рукополагали мы тоже помним когда только повесили крестик так хочется весь мир покрестить все пары повенчать все дома осветить вот и и усталость казалось бы нет всех поисповеду всем грехи все простить и такая радость и вот со всеми общаться везде проповедовать горение такое и надо действовать согласно этому горению если же только рукоположили священника а он уже тяп ляп делают то не послушается то там еще лениться все то конечно с ним уже ничего хорошего не приходится ждать и так же в монарстве если человек только пришел монастырь у него он имеет благодать такую призывающую господь во всем помогает ему и если он вознеродит этой благодать не будет трудиться предлагая свои усилия то этот подвиг он слабо начал и конечно хорошего уже не приходится ожидать вот а когда человек будучи молодым только получивший благодать действует по этой благодати предлагает труды к трудам смиряется то даже если потом в каком-то периоде ослабеет или господь оступит свою благодать или сам человек ослабеет несколько то вот он вспоминая свое первое начало ревность будет себя подвигать подвиг утешать божья помощь рядом дальше все житие монашеское содержится в трех главных устроениях и образах подвига то есть какие бывают монашеские подвиги или в подвиженском уединении и отшельничестве то есть совершенно одинокие отшельники или в том чтобы безмолвствовать с одним и много с двумя но это так называемая скидское житие когда есть старец у него несколько учеников бывают такие времена когда старца скудевают тогда несколько братьев соглашаются кого-то старшему себя избирают и подвизаются вдвоем друг у друга прибывая в послушании друг другу исповедуя свои немощи и третий вид состоит в том чтобы терпеливо пребывать в общежитии это самый основной тип монашеской жизни общежительные монастыри и там вот человек должен украшать себе страсти гнева раздражительности зависти и прочей страсти и святые говорят что сначала лучше всего пройти общежительный монастырь а затем только более уединенной скидскую жизнь и может быть на отшельничество благословят но бывают такие души которые особое дарование имеют и по благословению духовника сразу могут становиться отшельниками но реже бывает этот я английский говорит ну наверное самое лучшее это вот второй образ самый такой оптимальный ну на его взгляд когда еще люди были сильны так подвизаться идти царским путем не уклонись а говорит экклесиаст не надестно не ношу и но путем царским идей средний из этих образов жизни многим приличен потому что когда ошельник один вдруг он в уныние впадет бывает так он нападает очень сильно уныние то некому возведут его то есть поддержать вот может вообще в отчаянии в пасть если один то есть вдвоем подвизаться вот вдвоем твоем первая степень вступивши на нее не обращайся вспять ну это сравнивается с женой лотовой которая нарушил заповедь и обратилась посмотреть на пылающий город и сама превратилась соляной столб ну первая степень закончена мы с вами оказались ну в теории конечно же пока не на практике на первой степени изучили и знаете до сих пор слышится конечно упреки зачем нам мирянам это знать это вот но мне кажется что если мы будем знать о высоком монарх монарском житии и сравнивать свою жизнь с их жизнью и хотя бы так у нас чтобы мысли были но не могу я всю ночь в бдении каждую ночь но хотя бы утром пораньше встать и правило прочитать ну наверно мне просила здесь я уже дам ответ богу если это не буду делать также и не могу прям сильно смиряться но стараться нужно не могу я сильно воздерживаться как они но все-таки посты положены соблюдать надо стараться вот а если мы и сама планка будет у нас ниже ну мы в реале можем еще хуже жить и очень так сказать ну что сегодня молиться ну я вчера же молился сегодня наверное можно пропустить ничего страшного богу не сильно это нужны молитвы и так человек расслабляется вот но мы мы конечно должны каждый вечер каждое утро богу приносить молитвы это как минимум конечно так у нас вообще запрет есть непрестанно молитесь и они тоже потом поговорим про иисусову молитву учение оптинский старцев паисия величковского поговорим как вот нужно непрестанно молиться вот так что я думаю польза будет нам давайте потерпим даже если сейчас многое непонятно то потом постепенно лестница будет раскрываться и когда мы уже будем великим постом четвертую неделю поста чествовать иоанна лестничника и в канона читать восхвалять его творение то на вот это уже ближе поэтому давайте будем моляя за друга моляя бога так продвигаться благодарю вас за внимание спаси господи